И слышно, и видно. Очень хорошо, коллеги. Главное, чтобы было слышно и видно презентацию. Меня можно не смотреть. Коллеги, мы с вами сегодня поговорим о системе подготовки к итоговой аттестации по английскому языку в начальной, средней и старшей школе. Посмотрим с вами на новые издания, на готовящиеся к выходу. Напишите, мне, кстати, очень интересно в чате, есть ли те, кто у нас первый раз на вебинаре. Может быть, есть у нас совсем-совсем новички. Есть. Ой, как приятно и хорошо. Коллеги, тогда представляюсь, особенно для тех, кто первый раз на вебинаре, первый раз меня видит. Меня зовут Козеич Валена Евгеньевна. Я заместитель руководителя Центра образовательных программ издательства «Титул». Вот, тем более, на моем вебинаре впервые. Итак, прежде чем знакомиться с новыми изданиями, давайте посмотрим, в чем же состоит, на наш взгляд, системная подготовка к итоговой аттесты. А состоит она в том, что вы видите сейчас на слайде. Посмотрите, это три пункта. Это системный контроль в ОМК с помощью тестов, проверочных работ, формата упражнений и дополнительных рабочих тетрадей. Это контрольные упражнения в обучающих компьютерных программах. Далее они везде будут. Если будут, то будут называться ОКП. Запоминайте. Это разделы «Practice» и «Test yourself». Я думаю, что вы ими пользуетесь, обучающими компьютерными программами. И видели в них данные разделы, и были на вебинарах наших, посвященных именно обучающих компьютерным программам. Поэтому сегодня мы сделаем больший упор на третьем пункте, на использовании дополнительных материалов. То есть мы посмотрим, с помощью каких пособий можно готовить учащихся к итоговой аттестации. Вот коллеги пишут в чате. Конечно, используем. Но уж про первый пункт я тем более не буду говорить отдельно, потому что мы, естественно, ведем урок по определенному учебнику. К учебнику всегда есть какие-то дополнительные пособия. И не обошлось здесь, конечно, посмотреть и без дополнительного пособия. К четвертому классу, который у нас готовится к выпуску. Это итоговые контрольные работы. Подходить будет это пособие ко всем учебникам. Авторы Клары Исааковны Кауфман и Марианы Юрьевны Кауфман. Так что ждем, когда оно выйдет у нас. Из типографии вас всех обрадует. И посмотрим мы с вами сейчас чуть позже подробнее, что в нем внутри будет. Я вам сразу секреты некоторые открою. Для девятого класса чем можно пользоваться при подготовке учащихся к итоговой аттестации. Это практикум по английскому языку ОГЭ авторов Трубанева и Бабушис. Это олимпиады по английскому языку для девятых-одиннадцатых классов автором Хмурян Мельчина. И у нас готовится к выпуску пособие ОГЭ «Устная часть» автора Радислава Петровича Мильруда. Тоже я расскажу немножко вкратце, что в нем будет. Для одиннадцатого класса что у нас есть? Это типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать автора Костюк Боголюбова. Готовится к выпуску пособия ЕГЭ «Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты» автора Радислава Петровича Мильруда. Также можно использовать дополнительные пособия «Москва» и «Санкт-Петербург». И я сюда их не стала вписывать, но обязательно вам сегодня их покажу. Это пособия «Редап». Их можно использовать, соответственно, они есть у нас и для четвертого класса, и для девятого, и для одиннадцатого. И, конечно же, при подготовке мы ведь готовим не только в том классе, когда у нас ребята уже приходят к самому экзамену. Мы готовим их на протяжении всего обучения в звене, то есть в начальном, в среднем и в старшем. Соответственно, у нас и «Редапы» сейчас уже есть почти все, кроме шестого и седьмого класса. Давайте посмотрим, как я и обещала, чуть подробнее о сборнике итоговых контрольных работ, что в него будет входить. Посмотрите, это четыре теста, состоящие из частей аудирования, чтения, лексика и грамматика, письмо и говорения. По тематическому содержанию и языковому наполнению задания тестов соответствуют примерной программе по английскому языку для начальной школы. Чем это хорошо? Тем, что у нас ребята все обучаются по разным учебникам в начальной школе, зато такое пособие, которое соответствует примерной программе, и, соответственно, вы к нему будете тестировать ребят в конце четвертого класса, объединяет в себе все пройденное, независимо от того, на каком году обучения, в какой момент в течение года вы изучали то или иное правило, лексику и так далее. То есть все, что у нас прописано по примерной программе, тематика, языковые и грамматические явления, все это будет совпадать, и, соответственно, такое пособие будет для вас идеально подходить. Вот прошу, сколько вариантов. Всего будет четыре теста. Дальше посмотрим с вами поподробнее, что в каждой части. В аудировании два текста проверяется умение воспринимать на слух и понимать информацию из текстов, построенных на знакомом языковом материале. Чтение. Вот, опять же, да, если работаем не по каукману. Не обязательно работать по каукману, чтобы применять данное пособие. Оно подходит для всех учебников. Обратите внимание, пожалуйста, да, я в скобочке это написала. То есть еще раз говорю вам, да. Оно полностью подходит по примерной программе. Оно объединяет в себе все, что у нас написано, что учащиеся должны освоить за курс начальной школы по иностранному языку. Соответственно, данное пособие можно будет применять с любым абсолютным учебником. В заданиях части чтения проверяется умение читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале, и находить в тексте необходимую информацию. В заданиях части лексика и грамматика проверяется умение восстановить текст в соответствии с решаемой учебной задачей и умение распознать и употреблять в речи изученные грамматические явления. В четвертом классе базовые профильные уровни. Коллеги, все будет хорошо у нас, просто вечер. В задании части письмо проверяется умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. В части говорения проверяются умения в монологической форме уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. А что касается диалогической речи, то это будет умение вести диалог-распрос, который будет разыгрываться с одноклассником. Удобная система оценивания в пособии. Смотрите, коллеги, каждая часть оценивается в баллах, по одному баллу за каждый верный ответ. Аудирование максимально 5 баллов, чтение максимально 5 баллов. То есть мы видим с вами, что внутри каждого задания будет, внутри каждого раздела будет 5 заданий. Соответственно, за каждое по баллу всего максимум 5 баллов. Лексика и грамматика максимально 10 баллов. 5 за лексику, 5 за грамматику. Письмо максимально 5 баллов. Говорение 10 баллов, по 5 за монолог и диалог соответственно. Общее максимальное количество баллов за тест, которое учащийся может набрать, это 35 баллов. И в пособии есть такая специальная шкала. Посмотрите, есть соответствие школьной отметки. Количество набранных баллов ребенка. То есть вот он у вас все прорешал, весь тест вы решили, и можете посмотреть, на какую оценку в результате учащийся все выполнил. Чем еще это удобно? Тем, что вы можете сами посмотреть не только данная шкала, а на прикомплексные оценки, то есть когда вы уже все выполнили с ребятами. Если вы хотите отдельно выполнять письменную часть, отдельно устную часть, то соответственно вы можете сами посчитать, какую оценку ребенок получит. Потому что за каждую правильную выполненную часть внутри аудирования, говорения, письма, лексики, грамматики, все равно внутри будет 5 баллов. То есть в относительно 5-бальной шкалы можете отталкиваться. Да, то есть получается на 3, ну грубо говоря, да, действительно половина. Перейдем с вами к 9 классу подготовки. И посмотрим на справку. В справке указано, сейчас у меня переключится слайд. В справке о планируемых изменениях в КИМах указано, что в иностранных языках принципиальных изменений в устной части, как раз есть только устной части, в письменной части изменений нет, а в устной части она изменена и приведена в соответствии с концепцией технологии проведения устной части ЕГЭ. И как раз вчера на сайте FIPI опубликовали утвержденную демо-версию ОГЭ 2016 в части говорения. Если кто-то еще не видел, на форуме у нас об этом новость есть. И мы сейчас будем с вами уже все смотреть. Коллеги, радуйте, я полагаю, ура, все в порядке насчет связи. Итак, мы с вами посмотрим на то, какие задания включает в себя устная часть ОГЭ 2016. Уже утвержденное, это то, что ребята будут сдавать, а те, кто выберут иностранный язык, у них будет вот такая часть устная. Итак, первое задание предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. У учащегося есть время на подготовку полторы минуты. Второе задание предполагает принять участие в условном диалоге-распросе, а именно ответить на 6 услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Третье задание. В нем необходимо построить связное монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план. Время на подготовку полторы минуты. И общее время ответа одного участника ОГЭ, включая время на подготовку, составит 15 минут. Сайт FIPI. Да, на сайт FIPI можете зайти и посмотреть. Там уже в разделе кодификаторы и демо-версии и так далее уже все-все выложено. Какие же умения проверяются? Что в ОГЭ, что в ЕГЭ проверяется не то, сколько лексических единиц, сколько грамматических явлений. знает учащийся, то есть не то, что знает экзаменуемый о языке, а насколько он реально иностранным языком владеет, то есть насколько он умеет на нем общаться. Посмотрим с вами на первое задание части говорения в ОГЭ. Мы видим, что немножечко видоизменилось само задание. You are going to read the text loud. До этого было немножко по-другому написано. У ребят есть, да, это указано в задании полторы минуты, чтобы прочитать текст про себя, затем они должны прочитать его вслух. И на чтение вслух у них есть две минуты. Если вы посмотрите в демо-версию, я уверена, что у меня здесь не очень хорошее качество слайдов, да, и иллюстрация на слайде, ну, вы можете на сайте FIPI скачать себе демо-версию и внимательно ее всю просмотреть. Увидите, что там все, как и в ЕГЭ, есть тексты довольно удобоваримые для чтения, да, но, конечно же, есть какие-то скользкие слова, которые учащиеся могут прочесть неправильно. Второе задание части говорения ОГЭ тоже немножечко видоизменилось. Формулировка самого задания, но, тем не менее, смысл остался тем же самым. Это телефонный опрос, шесть вопросов, учащиеся дают на них ответы. На каждый ответ у учащегося есть 40 секунд. Третье задание в говорении в ОГЭ предполагает монологическое высказывание. Тема указана в самом задании. Посмотрите, you are going to give a talk about photography. Здесь нам написано, что нужно поговорить именно о фотографии, о самом, да, искусственной фотографировании. Зачем нужна картинка? Картинка нужна просто как мотивационный такой фон, то есть, чтобы ребенок не заговорил, я не знаю, вообще о чем-то другом, о какой-нибудь определенной фотографии, которая лежит в фотоальбоме у него у родителей. То есть, это будет абсолютно ноль по коммуникативной задаче, конечно же. Если он правильно у вас прочитал задание, да, нужно поговорить о том-то и том-то. Вот он конкретно говорит о том, о чем написано в задании. У него дано время, полторы минуты у него есть, чтобы подготовиться. Дан план, который внизу под фотографией, три пункта вы их видите. Нужно обязательно придерживаться данного плана и говорить без пауз. То есть, это должна быть такая связная речь. И ребенок должен говорить не более чем две минуты. Давайте посмотрим с вами на критерии оценивания. Как мы уже видели, максимально это 15 баллов за весь раздел. В первом задании максимум можно получить 2 балла. И давайте посмотрим, за что 2 балла присуждаются. Речь воспринимается легко. Необоснованные паузы отсутствуют. Фразовое ударение и интенсионные контуры. Разношение слов практически без нарушения нормы. Допускается не более 5 фонетических ошибок, в том числе 1-2. 3 ошибки, искажающие смысл. То есть, посмотрите, на 2 балла прочитать текст нужно достаточно хорошо. На 1 балл речь воспринимается достаточно легко. Однако присутствуют необоснованные паузы. То есть, ребенок почему-то вдруг замолчал. Фразовое ударение и интенсионные контуры практически без нарушения нормы. Допускается не более 7 фонетических ошибок, в том числе 3 ошибки, искажающие смысл. Ну, на 0 здесь уже, да, вы видите, что и речь должна восприниматься с трудом. Ошибок должно быть много, паузы и так далее. Второе задание. Максимально 6 баллов, то есть по одному баллу за каждый верный ответ на вопрос. За что они получат балл? Дан полный ответ на поставленный вопрос. Допущенные отдельные фонетические, лексические, грамматические погрешности не затрудняют понимание. То есть, обратите внимание, здесь отдельные, да, и здесь нет точного количества. И они, главное, чтобы они не затрудняли понимание ответа на данный вопрос. В третьем задании максимум можно набрать 7 баллов. Они оформлены, посмотрите, критерии в таблице. Здесь нужно обратить внимание, как именно набрать 7 баллов. Максимально 3 балла идет за решение коммуникативной задачи, за пятый критерий. За организацию высказываний и языковое оформление можно максимум получить 2 балла. Я зачитывать их не буду, вам лучше их спокойно все посмотрите в другой обстановке в демо-версии. Но, обращаю ваше внимание, что в примечании в том числе написано, что если учащийся получает 0 баллов по решению коммуникативной задачи, то, соответственно, все задание будет оценено ему в 0 баллов. Какие же умения проверяются? Строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи и в заданном объеме. Запрашивать необходимую информацию, аргументировать свою точку зрения, делать выводы, строить устное высказывание логично и связно, использовать различные стратегии описания, рассуждения, сообщения, повествования, выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому вопросу, употреблять языковые средства оформления устного высказывания точно и правильно. Какие есть примеры у нас в учебниках? Они есть во всех учебниках. Я взяла примеры из happyenglish.ru и из memoriam English. Перед вами примеры из happyenglish.ru для восьмого класса. Смотрите, это типовое задание, когда ребята отвечают на поставленные вопросы к либо прослушанному тексту, либо к прочитанному тексту. Такие задания есть в абсолютно любом учебнике. То есть мы их в течение, не в самом девятом классе, а на протяжении подготовки к итоговой аттестации, то есть в течение всего времени обучения в школе, с такими заданиями сталкиваем детей, и они умеют отвечать у нас на вопросы. То есть у них это не будет чем-то новым для них. Еще один пример. Здесь тоже вопросы, но они даны в виде плана для того, чтобы учащийся мог рассказать в данном случае о русской газете. Пример из new millennium English для восьмого класса. В разделе speaking есть такой пример, когда ребята должны рассказать короткую веселую историю, используя план, то есть это опять же монологическое высказывание с опорой на план, и используя лексические единицы, которые даны в wordbox. Ну, конечно же, у нас на экзамене никаких слов нам не дадут, но зато ребята уже сами вольно выбирать ту или иную лексику, которая им больше по душе и больше подходит. New millennium English для девятого класса, тоже раздел speaking. Здесь, например, ребята развивают навыки диалогической речи, составляют диалог между служащим отеля на ресепшене и гостем отеля, тоже используя определенный план. То есть по плану они у нас говорить умеют, отвечать на вопросы они тоже уже неоднократно такие задания до девятого класса выполняли, и это не составит для них особого труда. На что стоит обратить внимание ребят при подготовке к экзамену в девятом классе, особенно те, конечно, ребята, которые у вас будут этот экзамен задавать, хотя, в принципе, это и всем будет полезно. Научить учащихся воспринимать на слух различные акценты. Научить воспринимать различный темп речи. Зачем все это нужно? Для того, чтобы ребята, услышав запись аудио вот этого телефонного опроса на экзамене, не смутились, что они не успели что-то услышать, потому что до этого, допустим, педагог с ними на уроке говорил очень внятливо, внятливо, понятно, медленно проговаривал, может быть, все. Может быть, не хватало времени, не включали, не всегда была включена на уроке аудиозапись к упражнениям учебника, то есть ребята не привыкли слушать аудио. Это, конечно, их собьет с толку. Больше говорите на английском языке во время урока. Если ребята постоянно из урока в урок слышат английскую речь, согласитесь, что к девятому классу проблем на мгновенное реагирование на какие-то просьбы, вопросы педагога, а в данном случае это будет опрос телефонный на экзамене, у них будет меньше проблем с этим. Больше на уроках уделяйте внимание заданиям на говорение. Я и на утреннем вебинаре тоже это говорила, и сейчас повторю, что у ребят довольно часто пропадают эти задания на говорение, и таких учеников я знаю, такие классы я видела, и брала после других коллег такие классы, я с ними занималась, когда, к сожалению, у них не всегда по плану урока задания по говорению стояли где-то в начале или в середине. Часто бывает такое, что ставят эти задания самыми последними на уроке, что-то идет не по плану, и задания на говорение делать не успевают. Конечно же, стоит все-таки их успевать делать, ровно когда и слушать аудио на уроке. То есть это задания, которые им понадобятся, потому что все-таки в первую очередь мы формируем у ребят коммуникативную компетенцию, то есть мы учим их говорить на языке. Следующее, на что стоит обратить внимание, это тренируйте скорость реакции на реплики собеседника. Понятно, что в начальной школе ребенку, чтобы сформулировать правильно, особенно сформулировать, а они еще у нас только-только учатся формулировать ответы на вопросы, грамматически верно, для него сразу скорость реакции выработать будет сложно. Но когда у вас учащиеся уже переходят в пятый класс и минует вот этот сложный переход в пятый класс, то есть где-то уже с шестого класса, они должны уметь все-таки быстрее реагировать на реплики собеседника, одноклассника, учителя и так далее. То есть не вот эти вот паузы, которые случайно у них возникают, они, конечно же, должны уже постепенно будут исчезать. А что в помощь к педагогам вам у нас готовится? Готовится к выпуску пособия ОГЭ «Английский язык. Устная часть. Тренировочные тесты» автора Радислава Петровича Нигруда. Пособие 15 тренировочных тестов в новом формате, в устной части. Каждый тест посвящен одной из тем примерной программы, что даст ученикам возможность повторить тематическую лексику и освежить свои знания. То есть это очень удобно. Учащиеся от теста к тесту будут повторять лексику по той или иной теме примерной программы. Не совсем понятно, что обсуждается в чате. Но обязательно потом прочитаю чат отдельно, коллеги. Если на какие-то вопросы не отвечу вам по ходу вебинара, то обещаю, что чат себе обязательно сохраню и отвечу вам на вопросы на форуме www.english.ru. Что можно использовать для подготовки учащихся к ОГЭ? К письменной части вы можете использовать практику по английскому языку. Смотрите, в нем 6 проверочных работ по структуре и содержанию, полностью соответствующих формату экзаменационной работы. Методические рекомендации по выполнению наиболее трудных заданий. Образцы ответов на задания с развернутым свободным ответом. Ключи ко всем заданиям. И диск с заданиями по аудированию. Какие примеры бы мне отсюда вам хотелось показать? Не сами, конечно же, тесты. Я думаю, что это для вас не так ново. А скорее то, что вам понадобится именно в подготовке детей. Например, ребята очень часто в 9 классе выясняется, что какие-то темы забыли, которые проходили еще давным-давно. Скажем, Present Perfect они не всегда хорошо помнят в 9 классе. Особенно, когда вдруг ближе к экзамену где-нибудь весной вырисовываются детки, которые неожиданно у вас оказываются в списке тех, кто сдает ОГЭ в 9 классе. Наверное, у вас такие тоже варианты были. И вот когда такие ребята особенно вырисовываются случайно на то, чтобы сдавать ОГЭ, вы начинаете с ними вспоминать, все ли темы они знают, смогут ли они то или иное задание выполнить, особенно из письменной части. И в практике по английскому языку ОГЭ есть, например, такой подробный разбор, что нужно знать учащимся для выполнения того или иного раздела. Посмотрите, например, в заданиях 18-26, то есть задания с кратким ответом, учащимся предлагается восстановить текст, употребив напечатанное в конце строчек слова в нужном грамматической форме. И для выполнения этих заданий учащиеся должны хорошо знать следующий грамматический материал. Здесь все перечислено. Какой именно материал стоит повторить с учащимися, чтобы у них не было проблем. Есть также замечательное приложение номер 4, Focus on Warp Building. Чем хорошо, что здесь уже подробно по полочкам разложено и на примерах даны слова с суффиксами, префиксами, то есть для того, чтобы вы могли показать ребятам словообразование. Можно использовать также для подготовки пособия RedUp для 9 класса. В нем и развитие умений и навыков чтения. И, конечно же, тексты все интересные, поэтому удовольствие от чтения ребята обязательно получат. Расширение лексического запаса вам точно гарантировано при чтении таких дополнительных текстов. Подготовка к успешному прохождению ОГЭ. Может быть использовано пособие с любым ОМК для 9 класса. Рассчитано примерно на 1 час в неделю, то есть на 35 часов учебного времени. Примеры вам из него пару покажу. То есть ребята, например, вспоминают лексику, заполняя MindMap со словом Success. И выполняют такие задания и с иллюстрациями, не только чтение текстов, к чему я обращаю ваше внимание, но в том числе, хотя это книга для чтения, у них всегда есть какие-то мотивационные картинки, вопросы, которые должны привести их к какому-то умозаключению. В данном случае они рассматривают, как стать успешным темой. Посмотрим на 11 класс. Что у нас там с устной частью. Итак, в устной части ЕГЭ внесены уточнения в формулировке заданий и уточнены критерии оценивания. Мы с вами посмотрим, что именно изменилось. Принципы подготовки, в принципе, такие же теперь, как к устной части ОГЭ. Главное, что стоит помнить, что все-таки мы проверяем у них сформированность, коммуникативной компетенции, а не количество слов или количество грамматических явлений. Именно на устной части. Нет, и в принципе не может быть единственного учебника или списка лексики, который можно выучить и сдать ЕГЭ. То есть все равно учащиеся должны были заниматься на протяжении всего обучения в школе, чтобы они могли качественно сдать экзамен. Только механическое выполнение заданий формата ЕГЭ не позволит подготовиться к экзамену. Для подготовки к ЕГЭ ребятам необходимо формировать коммуникативную компетенцию, учить школьников использовать известную им лексику и языковой материал для решения конкретных коммуникативных задач. Этому как раз и служит весь курс обучения английскому языку в школе. И задания формата ЕГЭ должны, конечно, включаться в ОМК, но прежде всего ОМК это пособие, это учебник, который формирует коммуникативную компетенцию учащихся в целом. То есть учебник нам нужен для того, чтобы сформировать у ребят коммуникативную компетенцию. Часто бывает, что педагоги жалуются, что мало где-то в каком-то том или ином учебнике заданий в формате ЕГЭ, поэтому приходится покупать дополнительные пособия. Не только поэтому приходится покупать их, нужно покупать, потому что, во-первых, ко всем разный аудио, а это разные записи, это разные дикты, это очень важно для ребят. И в конце концов учебник – это не пособие по подготовке к экзамену. Учебник – это та вещь, которая вместе с хорошим учителем поможет ребятам достичь коммуникативной цели, то есть достигнуть хорошего уровня коммуникативной компетенции. Посмотрите, пожалуйста, на критерии оценивания выполнения заданий устной части. За весь раздел максимум ребята могут получить 20 баллов. Это уже, естественно, вторичный балл. Задание первое. Максимум 1 балл за чтение текста вслух. Мы не будем с вами зачитывать, за что ставится 1 балл. Неоднократно уже вебинары по ЕГЭ, я думаю, и выслушали, и мы проводили. Лучше вам, в крайнем случае, посмотрите демо-версию ЕГЭ. За второе задание максимум 5 баллов, то есть за каждый из 5 вопросов, которые ребята задают, они получают 1 балл, в случае, если вопрос задан правильно. Обратите внимание, что как раз уточнены формулировки, это относится к второму заданию. Теперь у ребят там четко прописаны и в критериях, и в самом задании, что вопросы должны быть прямые. Третье и четвертое задания уточнены критерии оценки, а именно указано количество фраз, которые учащиеся должны сказать. Максимум можно набрать за третье и четвертое задания 14 баллов, то есть по 7 баллов за каждое. И так же, как и с ОГЭ, здесь идет принцип критериев, то есть решение коммуникативной задачи, организация высказывания и языковое оформление. Максимально за решение коммуникативной задачи 3 балла, за организацию высказывания и языковое оформление 2 балла. Также есть примечание у нас, посмотрите, что если учащийся получает за решение коммуникативной задачи 0 баллов, то все задание будет ему оцениваться в 0 баллов. Цель первого задания проверить умение понимать содержание читаемого и правильно оформить фонетическую сторону устной речи, то есть звуки в потоке речи, интонация, ударение и беглость речи. Как мы готовим, в принципе, ребят к чтению вслух? Готовим их еще с самого начала, с начальной школы, когда они у нас только учатся читать. Везде в разных учебниках разные подходы к обучению чтению. Здесь и метод звукобуквенных соответствий, как, например, в happyenglish.ru и в enjoyenglish. Или на основе целого слова, то есть как в учебнике Милли. Дети учатся анализировать слова на основе правил чтения с опорой на транскрипцию. И такое у нас тоже есть. Основное обучение чтению идет в начальной школе. И интонационный рисунок при чтении, что важно, формируется с помощью аудиоприложения, записанного британскими актерами. Потому что все тексты учебников записаны на аудиодиск. И его обязательно, конечно, нужно слушать. Первое задание – прочитать текст вслух. Смотрите, пример из демо-версии ЕГЭ-2016. Представьте, что вы готовите проект вместе с другом. Вы нашли интересный материал для презентации и хотите прочитать своему другу. У вас есть полторы минуты, чтобы подготовиться и прочитать про себя этот текст. Затем читать нужно текст вслух. И на все чтение текста полторы минуты. Вот такой у нас текст. В готовящемся к выходу пособия ЕГЭ, английский язык, устная часть, тренировочные тесты. Пример мы сейчас из него посмотрим. Как раз Алексей Васильевич пишет по поводу пособия, что с декабря оно будет в продаже и по устной части ОГЭ, и по устной части ЕГЭ. Посмотрите, пожалуйста, задание здесь построено, если в книге пособий по ОГЭ, там тесты по тематике, пример этой программы, то здесь это набор заданий, из которых вы сами потом можете на свой вкус собрать такой тест для учащихся, то есть как сделать свою, можно сказать, демо-версию экзамена. Поближе немножечко сделаю. Посмотрите, первое задание, все точно так же, как и в демо-версии. Есть текст, к нему один в один задание. Нужно это все с ребятами почитать. А тем, кому не видно, вы можете увеличивать у себя сами. Посмотрите, пожалуйста, да, вот коллеги же подсказывают. Внизу у вас под презентацией есть значок лупы минус-плюс. Если плюс нажмете несколько раз, он увеличится. Да, естественно, качество презентации оставляет желать лучшего, но вы можете себя увеличить, коллеги. Автор пособия Радислав Петрович Мильрут. Пособие у нас готовится, мы его ждем в начале декабря. Я говорила о том, что мы, ребят, учим читать еще с начальной школы, да, вплоть до вот таких маленьких коротких текстов. А в данном случае, да, у нас такие коротенькие предложения, которые они читают вслух, и сами того не замечая, учатся читать. И нам это все постепенно, такие упражнения, одно за одним, готовят учащихся к тому, чтобы они могли сдать в 11 классе. И в 9 сначала, да, на чтение, а потом в 11 хорошо сдать экзамены. В happyenglish.ru для второго класса согласно, да, рассказывается про согласную букву D, которая обозначает звук D, рассказывается, сравнивается между английскими звуками и русскими звуками. Смотрите, то есть здесь звукобуквенное соответствие. Перейдем с вами к второму заданию, цель которого проверить, как учащийся умеет осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, точно и правильно употреблять языковые средства оформления диалогического высказывания. А что есть у ребят? У них есть иллюстрация, ее нужно внимательно изучить. Welcome to our school of breakdance, как, например, в демо-версии. Дано само задание. Посмотрите, в задании четко написано, все точно, да, так же, как относится это все к иллюстрации, что у ребенка есть полторы минуты на то, чтобы задать пять прямых вопросов. Обратите внимание, здесь уже написано, что вопросы должны быть прямые. И выяснить следующую информацию по пяти пунктам. Учащийся должен подряд по этим пяти пунктам эту информацию уметь запрашивать. На каждый вопрос, чтобы его задать, у учащегося есть 20 секунд. Примеры, как я до этого вам показывала, на чтение, а теперь на второе задание, на вопросы к картинке по плану, да, из ЕГЭ, английский язык, устная часть тренировочные тесты Радислава Петровича Миллера, да, смотрите, пожалуйста. Второе задание, нужно ознакомиться с рекламным объявлением и задать пять вопросов на основе ключевых слов. Смотрите, так же все есть, пять ключевых позиций. Есть описание, что нужно обязательно все уложить, каждый вопрос уложить в 20 секунд. Да, посмотрите. Такой пример ли? Такой пример. То есть в любом случае от демо-версии ничем не отличается. Главное, что у вас ребята смогут на разных картинках, с разными вот этими мотивационными планами, да, потренироваться. Я думаю, что, в принципе, вам увеличивать, пытаться читать, это сейчас не очень хорошая идея. Я надеюсь, что в презентации, которую мы выложим вам завтра на форуме, качество будет лучше. В любом случае я посмотрю, проверю, прежде чем выкладывать. Как же мы готовим ребят к условному диалогу-распросу? Готовим мы их тоже с начальной школы. Пример из Enjoy English для второго класса. Посмотрите. Выбери себе роль героя сказки или мультфильма. Представь себе и расскажи, что ты умеешь делать. Изобрази эти действия. И у нас ребята по грамматическим моделям строят диалог-распрос. Либо пример из уже учебника для десятого класса, New Million English, когда они у нас по иллюстрациям и по плану дан план с помощью вопросов. Он здесь сформулирован, и нужно по плану прокомментировать данные на иллюстрации. Третье задание. Нужно описать фотографию. Причем частой ошибкой было в прошлом году, когда ребята не выбирали одну фотографию из трех, а рассказывали о всех трех. То есть это на самом деле абсолютно неправильно, потому что у нас в задании написано, что есть полторы минуты на подготовку. Говорить можно будет не больше, чем две минуты. 12-15 предложений об этой картинке, которую ребенок выберет. И дан план из пяти пунктов, о чем ему нужно будет сказать. Более того, посмотрите, фраза первая, с которой нужно начать, I've chosen photo number, например, three, уже у учащихся здесь дана. То есть они ее будут видеть, даже если они вдруг с перепугу забудут, с чего начать. Первая фраза у них есть в задании, в формулировке самого задания. Критерии оценивания к третьему и четвертому задания в этом году немножко уточнили. Посмотрите, здесь есть указание теперь, сколько фраз нужно сказать на то или иное количество баллов. На три балла – это 12-15 фраз, на два балла – 9-11 фраз и так далее. Цель задания 3 и задания 4 – проверить умение строить высказывания в заданном объеме в контексте коммуникативной задачи в различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной, социально-трудовой сферы общения. Логично и связано строить высказывания, использовать стратегии описания, сообщения и рассуждения, точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказывания. Что касается описания картинки, довольно часто возникают сложности именно с описанием картинок. В принципе, во всех курсах много заданий на описание картинок в различных, причем коммуникативных ситуациях. Как правило, такие задания направлены на отработку лексики и грамматики. Но частой проблемой является то, что описание нелогично выстроено. То, что трудно начать сейчас уже, да, и решили это. Есть у них первая вступительная фраза. Чтобы описание было более логичным, лучше использовать типичные partners of description, когда у вас учащиеся уже выучили, как им работать с той или иной картинкой. Можно их, например, научить работать по картинке, по описывать картинку, стараться выделять для себя первый план, задний план, что находится слева, что находится справа от какого-то определенного объекта. А можно строить свое описание от центра к краям. Как, например, да, вот если бы на картинке слева вверху были бы не просто, да, такие красивые разводы, да, а было бы какое-то изображение чего-то. Либо как на пейзаже и натюрморте, смотрите на примере. Они построены по диагональному принципу, когда мы что-то видим в первую очередь, например, очень высокий букет цветов, да, а до кусочков хлеба, которые лежат на столе, мы уже доходим в последнюю очередь. То есть начинаем мы с заднего плана и потихоньку пройдемся к переднему плану. То есть это очень удобно для использования именно ребятами в момент описания картинки. Четвертое задание. Оно отличается от третьего задания, и внимание учащихся на это нужно обязательно направить. Если в третьем задании они выбирали иллюстрацию и описывали одну, иллюстрацию из трех представленных, они выбирали только одну. В четвертом задании нужно сравнить две данных фотографии. Посмотрите пример из демо-версии. То есть если вам не видно, то можете открыть демо-версию. Нужно изучить две фотографии. Полторы минуты у них есть на то, чтобы внимательно изучить и сравнить. После чего, да, нужно в течение двух минут высказаться по данному плану. У них есть план из пяти пунктов, на какой счет сравнивать данные фотографии. Причем есть здесь у ребят и напоминание, сколько они должны сказать предложений. То есть лучше сказать, конечно, в эти рамки вписаться 12-15 предложений. И указывается, опять же, что они должны говорить постоянно, то есть без пауз, которые будут не к месту. То есть не молчать вынужденно. Пример из ЕГЭ, английский язык, устная часть Рейслава Кровича Мируда. Посмотрите, пожалуйста, здесь тоже задания все на подборку есть. Сравнить фотографии. Все как демо-версии, очень удобно. Тоже есть пункты. Количество предложений указано. Можете тоже это все использовать, как только оно выйдет у нас из типографии. Это уже будет очень-очень скоро. Алексей Васильевич сказал, что через дни 10, в начале декабря, уже точно оно поступит в продажу. Четвертое задание на описание и сравнение. В чем сложность? Сложность не только в том, чтобы описать картинку, а скорее сложность в том, чтобы сравнить два предмета, изображения или понятия. То есть для учащихся просто что-то описать одно, а потом сказать, что а вот в другом, вот другое, и описать другую картинку. Просто сначала высказаться по одному пункту, по одной картинке, потом по этому же пункту, по другой картинке, не всегда будет сравнением. Часто ребята забывают и начинают просто описывать данные картинки. Поэтому требуется не только знать какую-то лексику, но и уметь логически сравнивать. В курсах разных, в разных учебниках даются опоры для сравнения пункт за пунктом. Вырабатывается алгоритм такого сравнения, начиная с конкретного уровня, например, сравнения двух предметов, на более ранних этапах обучения, и заканчивая абстрактным уровнем, когда сравнение уже идет понятий, и в том числе уровнем развернутого сравнения, то есть когда уже ребята должны что-то добавлять от себя. Картинки, как, например, в примере с happyindish.ru для шестого класса, когда ребята должны сравнить две фотографии, две картинки. В данном случае шестое задание, посмотрите, опишите картинки по образцу. Им дан образец, как сравнивать фотографии, они должны использовать данный образец и их сравнить. Мы их этому действительно учим. Посмотрим с вами, какие ошибки допустили учащиеся на экзамене в устной части говорения в 2015 году. Есть справка эта в интернете, вы можете ее посмотреть, в том числе на сайте FIPI. При чтении фрагмента информационного или научно-популярного текста были допущены фонетические ошибки разного плана. Пожалуйста, посмотрите. В первом задании. Неправильно произносят звуки. Смотрите, какие звуки. Наши с вами любимые. В принципе, это было весьма ожидаемо, что в них они будут ошибаться. Для меня было несколько удивительно, что они неправильно произносят звуки с придыханием. И носовые. То есть, если про С, З можно было об этом и догадаться, то остальные два звука как-то странно, но тем не менее, посмотрите, учащиеся в них ошибаются. Не умеют читать слова, в которых буквы пишутся, но не читаются. В примере, который был в прошлом году в демо-версии, в течение всего года мы, когда видели вебинары, сразу же замечали слово muscles, но тем не менее, учащиеся все равно читали его неправильно. Неправильно произносят ряд звуков, которые меняют смысл слов. К примеру, food. То есть, действительно, здесь учащиеся могли просто с перепугу случайно неправильно прочитать, но тем не менее, нужно их от этого отучать. Не соблюдают ударения в ряде слов. Не умеют делить простые и сложные предложения на смысловые синтагмы. То есть, в какой момент им нужно сделать небольшую паузу, вздохнуть и продолжить читать дальше это длинное предложение. Не соблюдают интонацию, то есть, повышение и понижение тона в разных коммуникативных типах предложений. Во втором задании типичными ошибками стали описывают картинку или составляют монолог вместо уточняющих вопросов. То есть, видят перед собой картинку во втором задании. Вместо того, чтобы задавать вопросы, они описывают картинку. Либо видят картинку, но запрашивают не ту информацию, которая требуется по этой картинке. То есть, не видят плана. То есть, нужно обязательно все это им показывать. Либо используют вопросы, такие вступительные, да, это льют воду, по-другому говорят. Как насчет? Либо утвердительные предложения, расскажите о. Хотя в инструкции им четко написано, что нужно задать 5 прямых вопросов. Нигде не написано, что нужно какие-то дополнительные слова добавлять от себя. Также, среди типичных ошибок во втором задании, это несоблюдение грамматических правил при построении прямых вопросов. И, помимо того, что они неправильно задавали вопросы, многие экзаменуемые, вот как написано в справке, задают однотипные вопросы. То есть, вопросы у них все, например, начинаются с вопросительного слова what. То есть, они видят план, в нем написано, например, duration, discounts, price, starting point. И они так и задают вопросы. What is the duration? What is the price? И так далее. What is the location? То есть, конечно же, это зачесть как правильное. Было, наверное, очень сложно экзаменаторам, да, проверяющим, вернее. Но если первые два вопроса можно принять, то остальные вопросы, вот в данном случае, да, особенно what is the location, звучит этот вопрос абсолютно неестественно. В данном случае, конечно же, правильнее было спросить where is it situated? Where is it located? И при обучении можно рекомендовать задания, которые помогут избежать однотипных вопросов и ликвидировать типичные ошибки. То есть, на все задания, где ребята должны задавать вопросы, в заданиях учебника имеется в виду, старайтесь, чтобы ребята задавали каждый разный тип вопроса и формулировали их более реально, то есть приближенно к реальной ситуации общения, а не такой, да, абсолютно наигранный, как вот здесь, например, в примере, да, what is the location? Третье задание. При выполнении задания номер три допустили следующие ошибки. Как я уже сказала, описывают все три картинки вместо одной, либо были такие, кто утверждал, опять, действительно, прозрел с инструкцией задания, что фото снимал кто-то из друзей или родственников, то есть это были лишние вступительные фразы, или что это они на фотографии. То есть всего этого там как раз в задании нет. Однако в задании есть указание, что это обращение к другу, а ребята, наоборот, сделали ошибку и не указывали адресности, то есть не говорили, что это обращение к другу. Либо не формулировали вступительную и заключительную фразу, хотя вступительная фраза есть. Либо давали просто короткие очень ответы были, то есть по одной фразе на каждой пункте плана. Также при выполнении задания третьего они неправильно интерцетировали содержание картинки, нарушали последовательность пунктов плана, то, соответственно, приводило их к нелогичности высказывания, не высказывали свое мнение о героях и картинке в целом, не использовали необходимые клише при описании картинки, как я уже говорила, на переднем плане, на заднем плане, слева, справа. И, конечно же, допускали фонетические, лексико-грамматические ошибки в ответе. В четвертом задании, то, что сразу же было понятно, они не просто сравнивали, а описывали сюжет в двух картинках, что было, конечно же, неправильно. Вместо краткого описания давали подробное описание, не выделяли общие отличительные характеристики, то есть не сравнивали между собой картинки, что у них общего, что у них разного. Либо давали просто по одной фразе на каждый пункт плана. Не выражали свое отношение к картинкам, не было у них вступительной и заключительной фразы, так же, как и в третьем задании, не использовали клише, и допускали фонетические и лексико-грамматические ошибки в ответе. Коллеги, проверьте свою громкость. Вы можете проверить громкость как на компьютере. А то у вас выди наружу, так, потихоньку, плицать в завершение. Вы можете проверить ее как на компьютере, так и на видео со мной, если наведете. Посмотрите, у вас должно там везде быть по максимуму. Микрофон у меня как стоял, так и стоит. И все я проверила, у меня все на самой высокой громкости. Так что я думаю, что это где-то у вас. Да, к тому же, видите, коллеги, что не у всех звук пропал. Посмотрим с вами на... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!